Мы будем проводить полезные, как мы надеемся, беседы регулярно, и надеемся, что это даст толчок на продвижение новых продуктов в компании. Сегодня, после беседы с Дмитрием, мы также откроем 15-20 минут для вопросов из аудитории, так что, пожалуйста, готовьте вопросы. Мы очень благодарны нашим партнерам, Аймагурам, староместным пиловарам и сушевеслам. После поста Дмитрия на Фейсбуке, наша команда Аймагур нас спасла, предоставил большой зал. И после нашей беседы вас будут ждать угощения сушевеслой и староместным пиловарам. Так, ну давайте так вот, я закончил мою речь, давайте так вместе и дружно поприветствуем нашего первого гостя на стартап-район в Минске, Дмитрия Кустова. Спасибо всем, кто пришел в эту плохую погоду. Я бы на себя в такую плохую погоду бы не пошел. А с чем то, что вы не знали про пиво и суши, ваши помыслы были явно чисты, потому что, если бы было задание объявлено про пиво и суши, то, чтобы что-либо снова менять в зал. Но мы уже написали уже прямо перед, для сомневающихся. А если бы было написать заранее, то это вообще бы все имя буду вынесли желающие суши и пиво. Так, ну что, посаживаемся? Значит, я думаю, мы начнем нашу беседу с того, что программные продукты все больше играет роль в разных индустриях. И мы начнем с того, что, Дмитрий, у вас диплом по фармакологической биохимии, потом опыт в издательском бизнесе. Как, какие поворотные моменты привели вас к разработке и продвижению программных продуктов? Ну, если бы я был таким умным до, как моя жена, после, то я, может быть, к лодке данных продуктов пришел бы гораздо раньше. Вот, но, к сожалению, если у тебя нет тех людей, которые могут тебя научить уму-разуму, пока ты молод и неопытен, тебе приходится всему учиться на своем собственном опыте очень долгие годы, векляя по разным траекториям. Ну, вот, была такая траектория, это же, как бы, все становится, как-то складывается от точки постфактум, а тогда, как бы, видишь вот так, что видишь, то и делаешь. Я думаю, что очень многие эти извилины были в основном из того, что эти действия делались скорее так, по инерции, неосознанно, а не в режиме какого-то такого активного стратегического управления своей жизнью. Такой же, я до пленого момента совершенно не понимал, что насколько разные могут быть отрасли, да, то есть я работал в разных трах, мне казалось, что это примерно, наверное, все одно и то же. Но казалось, что это, в самом деле, совершенно не так. Есть отрасли, которые в данный момент растут, и там чемнозем. То, по большому счету, ты, может быть, ну, надо бы немножко измельчать какую-то реакцию на уроке, вот, но из-за того, что там все чернозем, из-за того, что там все растет, ну, как бы, для всех штук там свалится, все лодки поднимаются с белью. А может, ну, а если ты какая-то такая падающая ниша, или падающая для тебя белорусского, то это фактически спальня не пустыня. Ты можешь быть самым лучшим в мире пахарем, но ты пашешь в пустыню, как бы ты хорошо и не пахал, ты можешь героем быть в трудах, в спашке в пустыне, но ничего не даст, ничего не выясняется, ты пашешь в пустыню. И вот это знание того, что первично выбирают ниши, в которой ты работаешь, а уже все к этому прикладывается, у меня пришло достаточно поздно, я достаточно много времени потратил на работу в таких, в антипрессивных, полуэнтипрессивных нишах. А непосредственно, каким образом Мэнди перешел в IT, ну, я пришел вслед за своим братом, а мой брат перешел благодаря тому, что он пошел на империю, там, познакомился со своим первым бизнес-партнером в IT-прокопении, они вместе создали первую фирму, так все, тоже, естественно, для IT-7 можно не ответвиться, каким образом перейти из, сейчас задаваем вопрос, каким образом там, ну, у нас есть же какая-то русская, великая русская мечта уйти в IT, да, то есть, что сейчас, ну, здесь делаешь русский, очень плохо, почему что-то здесь сейчас везде в пустыне, и вдруг эта пустыня будет длиться, это неизвестно, но прогноз, в любом случае, достаточно плохой. Ну, то есть, не видно, и это очень просто, почему ситуация в пустыне должна начать справляться, ну, не малейшее, даже теоретической нету для этого подопреки, поэтому пустыня здесь будет очень долго, и здесь нужно поднимать смешение, где искать вот эту плодородную нишу, где-то на самом деле дело не было бы всего, что в пустыне все будет плохо, и все будет плохо очень долго. Как, вот, можно ли заниматься каким-то бизнесом, перейти в IT, вот, и уйти в IT, или вообще там, как переходит в IT? На самом деле, если взять, там, покопать, там, владельцев IT-компаний, то можно обнаружить, что у них очень большого процента есть какой-то бэграунд совершенно с этим неизвестно, то есть они не родились владельцами IT-компаний, они, наверное, не родились проект-менеджерами, они все на каком-то этапе начинали с чего-то, с чего-то малого. Вот, ну, как, когда мы там переходили, мы там, или, например, в Сюрим? Ну, очень просто, то есть, фактически, и там, и там был старший партнер уже с каким-то опытом, который помогал там избежать серьезных ошибок и направлял. Подаделый образ на свои ручки, начинаешь делать проекты. Начинаешь какие-то маленькие проектики, на них тренируешься, потом немножко потренировался, набрался опыт, проект становится серьезнее, серьезнее, серьезнее. И так за несколько лет можно вполне стать профессионалом в новой области. То есть здесь единственный совет, это просто не думать, что можно взять, перейти из, например, каких-то позиций в бизнесе на такую же позицию войти, это практически невозможно. То есть нужно принять для себя то, что проект практически начинает с нуля, выйти на должность, там, типа, младшего проект-менеджера или какого-то младшего партнера, немножко как бы там на рост, как бы здесь зеренечка покидать по вилет. Но в рамках этого накопится опыт, и можно будет двигаться дальше, но это совершенно реально. Это не быстрый процесс, но это реальный процесс, и в большинстве того, в принципе, этот процесс проходили. Он занимает 5-й годы, и здесь очень критичный момент, это то, чтобы были хорошие методы, хорошие партнеры, чтобы очень ускорять этот процесс. Вот одна компания в портфолио Ideanomix Digital OWL, то есть связан, на самом деле, с вашим бэкграундом по биохимии. То есть эта компания за ним предоставляет приложение в сфере женского здоровья. Эти приложения помогают женщинам включать планирование семьи, изучать себе ребенка через обработку физиологических битов. То есть как была создана эта компания, и как она сейчас продвигается? Да, я хочу сразу еще тогда дать уточнение, потому что там мне представили в заголовке встречи как директор Ideanomix Digital, я действительно директор Ideanomix Digital, и у меня еще есть издательство достаточно большое, но я теперь, если он не занимается, который сделал больше тысячи наименований, но все-таки занимаемая деятельность в последнее время, процентов на 80 связано с инвестированием в проект, потому что мы немножко отойдем вместе с моим братом, еще некоторыми товарищами, поэтому все-таки я прежде всего, потому чем я занимаюсь сейчас, и тем, чем буду заниматься, все-таки более правильно говорить, что я партнер инвестиционной группы, партнер фонда, а не директор Ideanomix Digital, потому что Ideanomix Digital, может быть сейчас 20% моих усилий, это одна из компаний, ряда проектов в портфеле, то есть я непосредственно курирую несколько проектов, и это один из них, поэтому... мы еще поговорим о... вот, а как он опрился, опрился он очень интересно, и я просто буду стараться, чтобы не выходить в частности, переходить на какие-то общие принципы, один из общих принципов, как делать продукты, в одной... есть такой... пенсионный момент, что айтишники еще любят пилить то, что они понимают, поэтому в мире родилось 500 миллионов квадриллионов систем управления айтипроектами, или подобных тузов. Вот, но при этом есть ряд тем, которых айтишники либо не понимают, либо это просто не секси, это не престижно, да? И одна из этих тем, это вот эта тема, связанная с женским здоровьем, но там, вращен это период текера, там, 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 гораздо больше функционала, ну, это может, взять и для, просто тыскачивать, по женским календарю. Это очень крупный рынок, и это просто через банальные там, инструменты аналитики, было видно, что это очень большой рынок, но при этом он был очень-очень неконкурентный вплоть до самого недавнего времени. Почему он был конкретно? Потому что это не секси, это айтишный канал, так как бы сказать, плюс-пож, чем ты занимаешься? Я делаю мультивальный календарь. А-а-а-а! Типа, ну, как бы сказать, не престижно, никто не хочет этим заниматься, а женщин в этой сфере очень-очень мало, а среди счетов топового уровня у нас там 1% женщин на это есть, то есть те, кто принимает какие-то речения, дает какие-то деньги, это хорошо, думаю, что их гораздо меньше. И вот, кстати, я недавно познакомился с владельцем одного из конкурирующих продуктов, человек с несетственным программом, закончил Гарвардскую бизнес-школу, в рамках этого запросил этот проект как свой дипломный проект достаточно давно, 5 лет назад. Вот, успешно запросил, уже подняли там 7 миллионов инвестиций, то есть, их выливающиеся в десятки миллионов, так как он сам окупается. И почему он говорил, что команды делал проект, над ними тоже все смеялись, назвали его период Гарри, типа, ну, в Гарвард бизнес-школу. Вот, а наша команда смеялась, говоришь, что это минс-минс-троцин. А сейчас это было очень простое решение, это большой рынок, в котором была пониженная конкуренция. И была очень прямая аналогия с другими фитнесовскими темами, было видно, что эта тематика, отстывая, скажем, от беговых трекеров по инвестиционному циклу года на 3-4. И было видно, что все фитнесские предложения в итоге сделали экзит, они были все поглощены крупными корпорациями, там, типа, асидаса, анистратика, асикса, причем были поглощены за десятки, сотни миллионов долг. И здесь была просто прямая аналогия того, что будет происходить точно такая же история, но чуть позже. Ну, соответственно, мы туда пошли, и пошли очень успешно. на данный момент наша работа третья популярность в мире в этой категории. У нас, ну, тут только год назад был написан первая строчка кода, сейчас месячная активная витрия уже более, ну, на твой сло уже 2 миллиона, более 500 тысяч инсталлов в месяц без закупки трафика, и я думаю, такой, текущий эвалиэйшн, даже с спидкой наговора, миллионов 10-15, наверное, следует туда привлекать инвестиции. Это тоже было сделано за год. И это было сделано, почему это так относительно легко получилось. Потому что мы, когда сделали этот выбор, мы не руководствовались тем, что нам интересно или то, что мы понимаем. Мы конкретно взяли то, где есть одновременно большой рынок и при этом пониженная конкуренция. К сожалению, вот этот базовый принцип стартаперы очень часто не понимают, что нужно прежде всего найти, где черноземчик, а потом понять, что нужно сделать на этом черноземчик, а не тратся, видеть то, что себе понятно и то, что себе интересно. И там успех будет гораздо более вероятен. Я замечу, что в Гарварде очень много сейчас людей заинтересованы на эту тему. Потому что прошли большие инвестиции. В последние два года вот у Семену пришло 130 миллионов долларов инвестиций, но еще два года назад там вообще ничего не было. И потом, когда принималось это решение, потому что оно было в Чарльпин, потом там запущено, там болезет, оно было менее очевидное, чем сейчас, но оно было достаточно очевидное, потому что это видно, что есть слабые проекты, там с десятки миллионов инсталлов в месяц, если есть какие-то ключи просто органические миллионы инвестиций, ты видишь, как происходило вся эта логика в схожести, матер, ну, не надо было дать большим умом, чтобы построить всю эту стратегию наперед. то есть монетизация сейчас в приложениях этой компании нет, да? Скажем, как бы у других? Пока нету, но в ближайшие время все появляется, но монетизация такой достаточно сложный момент, потому что очень редко удается сделать монетизацию, которая не мешает росту. Как правило, она росту мешает, и если у тебя там стоит стратегическая задача подлости, иногда может быть более правильно монетизацию закричать. И очень многим-то вот те же вот, например, наши конкуренты в этой области, например, одно из приложений просто взял достаточно большую сумму, уже около 10 миллионов долларов, и просто только ни о ком как бы вообще не монетизировался, там скупая трафф. В свое время фитнес-треки, которые продались за десятки, сотни миллионов долларов, они брали раунды восьмизначные, и вот тоже сучатик на скобку в аудиторию. То есть, в принципе, если ты можешь пройти с путем, чтобы пойти этим путем, нужно чтобы тебе дали баблосы или где-то эти баблосы достать. Ясно. Это может быть оправданно, но просто идеальный путь не всегда достижим. То есть, чтобы пойти идеальным путем, а так, чтобы тебя, кто-то настолько поверил, чтобы тебя откажешь много баблосов. это не так просто даже на западе находишься. То есть, если вопрос возникает о присутствии, если нужен инвестер или нет, то это на самом деле вопрос роста. Так, это очень важный вопрос, почему иногда лучше взять деньги, чем сайты, если их, конечно, дают. Но сучатик в том, что они ниже заполняются, то есть, тайминг это самое главное. То есть, есть очень узкая прослойка времени и технологическая, и по конкуренции, когда, в принципе, может состояться там единорог или просто какой-то значительный проект. Это очень узкая область по времени. Если ее опустить, то просто те, у кого денег больше, кто на эти считали, просто ее займут, и это уже будет, это будет уже пустыня, это уже будет заросший лук. И поэтому, если обидно, что проект попал в эту дырочку, здесь надо максимально пользоваться этим временем. А почему трудно расти свинучку? Это же самая обычная тематика. Представляете, что у вас есть там какой-то проект, который маршинальность на 20% в первый месяц. Просто возьмите в Excel-ке, посчитайте, сколько времени вы будете накапливать капитал в 10 миллионов долларов, который нужен для большого. Видите, что на этом ведут годы, или даже 10 лет. То есть, пока вы будете этот капитал собирать, просто инвестируя свою прибыль, все конкуренты, все обходят, и это уже никому не нужно будет. И, насколько я понимаю, эта компания фокусируется на американском, в данный момент. То есть, вопрос, можно ли вообще запускать продукты в потребительском рынке вначале в маленьком рынке, потом фокусироваться на большие рынки, такие как США и, наверное, будущий Китай, или нужно с самого начала фокусироваться на большие рынки? На самом деле, есть разные истории. То есть, можно привести положительные примеры и в одну сторону, и в другую сторону, а потом здесь какого-то универсального ответа нет, но здесь просто вот есть в чем ошибка. Есть ошибка в том, особенно на нашем русском рынке, когда это кажется, что если что-то сработало в России, оно сработает на Западе. Они недооценивают то, что там уровень конкуренции, он не сравнимо выше, и там партиймаркетинг, и бюджет не сравнимо выше. Просто то, что сработало здесь, оно не сработало там, просто ввиду уровня конкуренции. Плюс там часто недооценивается культурная разница, и зачастую слишком долго занимаясь проектом на этой территории, может создать проект на этой территории, он вообще не подойдет для той, но уже культурной украины. То есть моя профессия, что нужно какой-то софт-ланч привести на каком-то не слишком пусковом рынке, где там особенно вся плохая карма, весь негатив остался на плохом рынке. Мы обычно это в России делаем. А потом мы уже на следующих статах запускать на нормальный рынок достаточно на ранних статах, чтобы очень рано понимать, что же нужно аудитории, чтобы содержание скачет, не как в Мевельгане, вы можете взять и спроектировать продукт в финальном виде. Никого уже нет, не получилось сделать продукт достаточно сложный. Я просто начертил тёж план, его сделал, и прямо вот так прилетел. Это никак так жизни не происходит. Это какой-то массивный процесс, когда вкидывается какое-то изменение, смотрится реакция. Вкидывается какое-то изменение, смотрится реакция. И здесь нужно взаимодействовать с аудиторией. И чем раньше ты начинаешь действовать с аудиторией, тем выше шансов, что ты спормируешь под неё, она не поздно будет мотать. Ну, когда-то есть такие и другие. Другие, даже в этой ниши этих календарей, был в сентябре фенераум 7 миллионов шведское предложение на по фертилити, получил большую долю в Швеции, отточил бизнес-модель и взял у хорошего большого фонда, не продействовал, правда, 7 миллионов долларов на экспансию на тюги рынки. Позвольте, насколько у них это получше, но сам факт, что они подняли 7 миллионов, это не очень просто. Суперезная компания, допустим, в Израиле и в Сингапуре сфокусируются с первого дня на рынок не крайней стороны. Ну, я считаю, что это правильно, особенно если мы сидим из Беларуси, везде большие достаточно культурные гадости здесь, поэтому лучше изначально пытаться как-то замедлить с аудиторией, потому что просто если мы сидим тут, может быть сложно понять в тонкостях. И здесь это физическое включение, они просто не могут не работать, а дать самому в тонкостях, но значительно эти тонкости, в принципе, тонкости они не жертвляют успех или не успех, так просто большой набор различных мелочей. Давайте тогда сейчас поговорим о, может, партнерсе, инвестиционной партнерсе, как она еще работает и какие у вас метрики, что вы ожидаете от потенциальных предпринимателей в проекте Ну, практически мы его в такую легальную форму начали переводить в данный момент, то есть собирать автоматизм в объединенную структуру, в фонд, это делать, у нас будет ближайшим временем совершено. Общая идеология того, что мы хотим делать, но это будет не совсем фонд в таком плане, потому что классический фонд, он в принципе работает по модели спрейн-прейн, то есть раскидал деньги и молишься, чтобы там что-то подросло. То есть это такая пассивная достаточно модель, но они могут чем-то помогать в каком-то нетворкинге или в следующем раунде, но это пассивная модель. Мы в каком-то дабе осознали, что в нашем регионе это не сработает, ну, это делать почему-то не сработает, мы сняли решение, что мы будем заниматься активным управлением, даже при этом не то слово, активной помощью своим проектам, куда мы откладываемся, то есть мы хотим очень активно заниматься, что значит это заниматься? Это передавать всю экспертизу, передавать весь инфор ежедневно в режиме с ними взаимодействия, то есть практически находиться в таком постоянно управляющей команде труб-дай-то. И нам кажется, что весь наш предыдущий ГРМ я подозваю именно не себя, а подозваю людей, которые входят в эту группу. Что наш background нам позволит иметь больший результат в плане процента, чем в среднем успешных проектов, чем в среднем имеется увенчанного фонда. Мы хотим ходить достаточно ранее встали, у нас есть определенная метрика, то есть мы не хотим ходить в проект, если мы достаточно явно не понимаем, что мы можем реалистично сделать 10x. То есть 12 предельный сток это 3 года наслаждения в Dx. То есть каким образом мы оцениваем то, что мы можем сделать 10x? Ну, очень просто по аналогичным сделкам, аналогичным рынкам, скажем, кто-то сделает тулзу для создателей приложений. Как мы это оценим? Ну, мы выразим с качбэйса все сделки по тулзам для создателей приложений. Посмотрим, какие были раунды, почему были были. Потому что для нас выход на A-стадии это тоже нормальный вариант. Если на этой стадии происходит релокация проекта, многие проекты должны релокироваться и находиться ближе к центру мысли, иначе они постоянно не состоятся. Мы смотрим, если мы видим, что реалистично, чтобы этот проект к нашей инвестиции дал 10x, мы начнем его уже смотреть. Мы видим, что уже такой valuation или такой рынок, что это малориально, мы на этой точке скорее всего остановимся. Почему для себя эту модель смотрим на то, что многие проекты сформировали на толковых людей? Потому что мы видим, что у нас есть плохие технологии, часто даже хорошие, они даже исключительные, особенно, когда нам потом мы не говорим, а в России после этих государств, потому что если смотреть искученность, даже не в ДООСе, то есть в нашей констанции можно вполне найти сильных людей в какой-то области, но они зачастую у них сильны в технологиях, они могут быть сильны в науке, но при этом в отличие от того же Запада, где зачастую совмещаются бизнес-скиллы с техническими скиллами, у нас это практически никогда не встречается, исключительно редко. Поэтому если мы видим, что есть такой бодрый человек с исключительной способностью на работу мы скажем в компьютер движет, но мы просто сядем и подумаем, что можно ему на нем накрутить, что можно с ним сделать, какой-то сделать проект. Вот и такие истории есть, но когда даже не одна есть, когда конкретно берется не с продуктом или даже не приходит, а просто есть какая-то группа талантливый человек, мы сами думаем, что ему можно сделать, и уже тогда с вами руками дополняем его команду. В то же время, если вы более активно участвуете в проектах по сравнению с обычными венчиковыми фондами, то количество проектов лимитировано. у нас сейчас есть в группе 4 человека, ну или один так, скорее, можно сказать, больше инвестиционно. Мы видим, что если 3 могут активно заниматься, мы в данный момент можем тащить больше, чем 10 плюс-минус 2 проекта. У меня сейчас 3-4 проекта, и я вижу, что это уже очень тяжело заниматься даже тремя-четырьмя проектами. Здесь есть такие серьезные лимиты, но на мой плане не исключает то, что эта группа может быть расширен. Мы увидим, что прибьется кто-то очень толком, есть такой экспертизы, которой у нас нет, с хорошими скеллами в своей области и достаточно экспертиза для того, чтобы вести проекты. Мы вполне можем эту группу расширеть, здесь такого большого вопроса нет. Но мы пока потренируемся в 20-й узкой группе проектов на 10, позволим, чтобы получаться решения. А почему именно такая была форма выбрана? Очень просто. Мы посмотрели достаточно большое количество проектов в нашем регионе, ну, сотни, и поняли одну простую вещь, что у нас в проектах очень плохо с тем, что называется мы называем специально бизнес девелопмент, да, в общем-то все, что не касается технологии. То есть начинается стратегия, я как-то анализировал, что мне прислали, там, когда начали искать, ну, несколько, наверное, сотен презентаций, там, и так далее, и только, ну, может, в двух или вековых процентах был вообще какой-либо анализ рынка. Это мне поразило глубину души, да, то есть вот, и самое интересное, что в очень большом количестве проектов уже что-то было, то есть причем зачастую было повтачено на это большое количество времени. Я пытался понять, вот эти уже неглупые говорят, да, то есть почему вот они не осознают, что прежде чем что-то пилить, нужно хотя бы вообще понять, что пилить, для кого пилить, вообще не напилили на это уже в гораздо лучшем виде. И я нашел за себя этот ответ. Я понял, что они занимаются тем, чем они хотят, а так как они технологии, они хотят пилить. Они не хотят заниматься аналитикой, они не хотят заниматься каким-то маркетинговым, они хотят пилить. Они приходят и пилят. Ну, естественно, что какое-то громское движение, но рано или поздно к чему-то можно привести, не очень часто. Потому что это пилить происходит либо под себя или вообще под какую-то абстрактную идею, и оно очень далеко от того, что на самом деле реально нужно руку. Улия юридической безгранности просто ошеломляющей. То есть это непередаваемо. То есть фактически всего вот если неплохие по науке поет вводу, но все, что по маркетингу, по стратегии. То есть я не говорю вообще какие-то что-то уже супер-пупер, но у нас хотя бы есть некий в голове прежнее, что прежде чем приемлемый продукт нужно хотя бы посмотреть, а что за рынок, а кто конкурент, какие технологии, какие технологии будут через год-два, а кто вообще подводитель, а вообще для кого-то дело, какая у нас стратегия, что может быть по монетизации. Но это вообще не делается. То есть это делается в 1-2% случаев. И просто мы поняли, что здесь бесполезно взять и доскидывать деньги, потому что они уйдут висок, потому что это такое бруманское движение с очень низким выхлопом, потому что ну правда, что людям негде учиться, такое большое количество стартапов на западе. Потому что это все как сведение пусто. Есть одна компания, в ней люди работают менеджером, потом они выходят со строительственных проектах, там люди снова работают менеджерами, там снова начало ветвиться. Русс тоже такой брус разветвился, но он разветвился в аутсорс. То есть было изначально всего белорусского IT, там белхарт, там чутку ипам и так далее, там одна две компании построили, потом это все начало ветвиться, и если мы посмотрим по-английски белорусского IT, оно все следилось к одной и двух компаниям, то есть видно, что кто-то работал там перфакс, создавал компанию, любого-то кипарю создавал компанию. Так как они понимали аутсорс, они создавали аутсорсинговые компании, и соответственно возник аутсорсинга. А продуктуру компании статистически не было, не было менеджеров, которые оттуда ввалили и создавали свои компании, но естественно и учиться было нельзя. То есть мы там чему-то учились, но как сказать, мы тоже учились на своих ошибках и мы учились на растущем рынке. Когда мы этому всему стали учиться, это все-таки был наступной рост и отстроен и до этого веба, и понятно, что на растущем рынке многое как бы обращается. Если бы нам было с тем уровнем прийти на это, на этот рынок и сейчас ничего бы не получилось. То есть просто тогда, когда мы начинали, достаточно было вообще что-либо попали в нужный момент. Самое базовое это учиться находить чумозем, то есть находить растущие люди, потому что там все легко. Когда мы живем в целом, там все очень тяжело, печально и... У меня еще пояснили, там всегда много как бы есть, но мы поняли, что фактически за этих ребят их нужно учить всему, чтобы делали запила, этим заниматься самостоятельно, заниматься спортерами, иначе ничего не получится. Потом на этом модель не то, что она наезде катается, но просто она, видимо, сейчас единственное возможно. Кто не хочет этим заниматься, типа наш дом был взятым фонд не Кэппл, они немножко поудобились в России и ушли в основном издайли, где огромный целый флоу, где зрелый проект, и ты можешь находиться в этой модели спрэнкли. В России практически не работает серьезно, именно в том, что это такие практики, которые можно взять и дать деньги. Потому что денег, смотрю, очень много. Денег очень много. ФРС США напечатала за президентство бабства 1 триллион долларов, эти деньги будут со всех этих ощущений. То есть денег много, но их некуда брать. И бонды, Yields, он же сейчас уже в негативе. Сейчас это обсуждать не будет. Я проясню, почему вообще вечер на капиталист хачат 10x от компаний, потому что большинство проектов на самом деле ничего не дают. Чтобы реальный какой-то return, кроме отрибки. Чтобы что-то иметь от фонда, можно выигрывать от излишних успехов. Но они должны быть очень серьезными. Да, но если ты изначально отмениваешь, что так, где этого не может быть, то ты изначально самого себя подрезаешь просто математически. То есть ты, если бы что-то отмениваешь, ты можешь взять только 2x, то просто изначально математически будет отрицательная модель. То есть если у тебя будет очень много получено, то все равно в математике будет отрицательная модель. Да. Вот. Еще немножко поговорим о том, вопрос важный с темплом. То есть это, чтобы пояснить, что это значит, это количество входящих возможностей, да, потенциальных компаний и проектов. Вот. Значит, ну, есть мнение в прямом удалении у некоторых инвесторов, что нужно смотреть на продукты, которые реально решают боль в рынке какую-то. То есть если он есть, без этого продукта невозможно. То есть и тогда этот продукт, тогда рынок тянет, и рынок не надо толкать. То есть если продукт это что-то а, ну, это интересно, да, но можно без этого, да, это как бы для, ну, это могут себе фонды позволить, когда у них на коммуне делают фон, так смотреть на вещи. То есть как вы смотрите вот с этой перспективы на проект, которые к вам приходят. Ну, так я здесь как-то еще понять, что если я там разговариваюсь со стартатором, то каждый проект абсолютно незаменимый для мира, как бы абсолютно гениален, и вот этот новый единорог. Это бывает в 100% случаев. То есть это же еще нужно понять, что это и меняет. На самом деле понять, что это практически невозможно, пока ты не запустишься в рынок. То есть нужно запускаться достаточно рано в рынок и просто смотреть на метрики, смотреть на пользовательское поведение. То есть какой ретеншн, engagement, то есть как себя ведут в пользовательское какое-то лозное. Есть такие достаточно банальные вещи, но пока ты в рынок не вкинешься, это все-таки прогнозы, которых связи с реальностью никак нет. Потому вкидываться в рынок нужно достаточно рано, но не слишком рано. И здесь это сводится к такому в планете, как MDP. И где же находится MDP, это где вайлабл минимал вайлабл. Да, потому что он должен быть не только минимал, но и вайлабл. А вот по инжене способу. А где уже начинается вайлабл, это уже тоже не так просто. Здесь нельзя не дожать, не пережать, потому что если не дожать, то просто это будет колесо, а не машина. То есть MDP машины это велосипед. То есть сначала нужно сделать велосипед, но не колесо. Если ты кинешь как бы на колесо, то ты не поймешь, что нужно для автомобиля. Если ты кинешь как бы на велосипед, ты поймешь, что нужно ехать быстрее, чем они ходят. А полностью перед проектом нет смысла, в которых это долго, то есть идеально надо было делать. Во-первых, долго, в которых это очень дорого, и, кстати, самая главная причина, никто не может сконструировать продукт так идеально под рынок. То есть продукт должен вложиться итеративно в результате большого количества изменений. Когда ты делаешь изменения, смотришь, как пользователи на это отреагировали, потом ты это изменение либо откатываешь, либо сохраняешь, делаешь новые изменения, новые, 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 и это редмирует очень процесс. Это относится к тому почему многие большие компании предпочитают что-то купить, а не сделать самостоятельно. А именно с этим связано, что кто бы тебя не был, ты не можешь сделать проект проекта, потом просто линейно его запилить, выпустить, и он тебе получится замечательно. Такое никогда уже не происходит. Проект должен обкататься в полях, а на обкатку в полях нужно много времени. Время решает все, поэтому иногда проще уже купить стартап, который уже обкатался в полях, то есть какие-то безумцы его запустили тогда, когда этот трендер только возникал, то есть они просто его запустили, потому что не знали, что этого рынка нет, а повезло он возник, что-то еще, но гораздо лучше в этот момент его просто купить, потому что ты начнешь что-то делать самостоятельно, на это уйдет много времени, и не так, что получится. Большая корпорация логика немножко извращенная, она существует движется, просто необходимость выдавать во вне правильные сигналы и страхом топ-менеджеров, то есть как акционер общества, акционер общества, оно не может запустить какой-то проект и его зафейлить, потому что у меня сразу попадут акции, то CEO команду уволят, и они решатся своим констерам, все они не хотят поэтому рисковать, им по-другому гораздо лучше за деньги акционеров, за деньги компании купить, чтобы он надежный, но это будет точный результат. А зачем действительность это? То есть они от антифрисков ничего не приобретают, а деньги все на них. Вот как раз мы сейчас приходим к команде, насколько важна команда, и вообще может это быть один человек или должно быть несколько, и то есть какие у вас ожидания? И я думаю, можно еще прокомментировать то, что в принципе на ранних стадиях кажется все понятно кто что делает, но потом вероятность того, что конфликт может возник между соучредителями, это случается. Как вообще формировать команду и как избегать рисков таких такого вот очень комплексные длинные вопросы с кучей вопросов могу сказать как обычно выглядят команды и где там ошибка очень частая ошибка это то, что в команду сажают очень много пассажиров то есть собирая всех своих друзей знакомых тогда ты можешь делать это ты можешь делать это ты можешь делать это и распределяют даже акции а потом оказывается что из них 80% ничего не делают отваливаются а уже взяты безвладества уже родственные акции и в итоге приходится проводить такую процедуру которая называется отиспрос пассажир то есть фактически это толковая команда вообще то что они сделали закрыть на нафиг забрать всех людей представлять какой-то интерес спросить компанию заново и уже делать с теми людьми которые могут реально делать очень важно понять насколько она устойчивая поэтому люди делали что-то глупо но это очень важный сигнал что они при каких-то неудачах не разбегутся а если люди взяли то они не разбежали все можно списать нет ценности кроме людей они создают то они важны сигналы почему они пожертвуют увидеть чем люди пожертвуют они приходят и у у есть такая идея и шуму В такой ситуации гораздо проще взять и нанимать и не давать никакой доли, и это ничем не будет отличаться от такой ситуации. Самое главное, чем сейчас стартапов? Отличается от просто фирмички. Она отличается вовлеченностью. Энергии фарной. Тайминг решает все. И стартап должен обогнать в этой узкой нише, пока есть окно возможности, более медленных конкурентов. Команда недостаточно вручная. Если она не дальняя, если она не черно оценена почти месте, то это не стартап. Потому что они не обгонят своих конкурентов. То есть в этом плане это очень хорошо видно, сколько они проводят времени. Не то, что нужно перерабатывать. А то, что если они спят на рабочие месяцы, то говорят, что они очень сильно преданы и вовлечены от проекта. Это очень хороший знак. А если они приходят в 10 или в 5, получают нынешнюю зарплату по 3000 долларов, то мне эта ситуация совсем понятна. И чем это вообще отличается от того, что сделать какое-то отделение в существующей фирме и там же запустить этот проект. То есть это был стартап, там идут достаточно много вклада. Нужно ли вообще прояснять вопрос Экоти и распределения, сколько имеет в команде на уровне проекта или ждать того, как уже компания поделится. То есть нужно ли вот ребятам собрались начинать что-то делать? Нужно ли какой-то ремарандум? Нужно во всем говорится максимально четко в письменной форме. Обязательно вводить в фото договоров, нужно садиться и прописывать абсолютно все ситуации и в том числе все плохие ситуации. Что будет, если кто-то свалит, что будет, если кто-то помрет, что будет, если кто-то налет работу, что будет, если полетит, если не полетит и так далее. Потому что 90% всех проблем происходит в том, что люди не четко договариваются, каждый рисует у себя какую-то отдельную картину мира. А потом они начинают сходиться и говорят, нет, ты козел, нет, ты козел. Мы же говорили нет, мы говорили нет. И вот на этом все очень много. И просто на начальной стадии четко говорить все условия, все ситуации и все сценарии – это абсолютно принципиальный момент. Особенно плохие ситуации. Потому что очень многих проектов болтаются мертвые души. Ну, потому что взяли, распределили акции, человек свалил. Прежде всего нужно ничего делать или его выгнали. Но из того, что уже было распределено, он там болтается. Можно какой-то ценности не пнуть. Там стартапишь, там моя главная команда. И получается, что есть какой-то объем акций, которые болтаются на бесполезном человеке. Но это ослабляет проект. Это проблема для инвесторов тоже. Конечно, инвесторов смотрят на проект, он очень сильно освоен, насколько это вообще команда устойчивая. Потому что если они разбегутся, то все месяцы сгорят. Я вообще, когда мне присылаю какую-то презентацию, я вообще не смотрю, что надо продать. Я первый день перестал на слайд и смотрю, кто в команде. То есть для меня это самая главная информация. То есть под хорошую команду, под хороших способ проект можно исправить вообще оставлять. А если команда непрофессиональная, сложившаяся, компонованная на скорую, то они даже и плетящую идею вздавали. То есть каждой команде тоже что-то приносить, чтобы добавлять что-то, да? И вообще equity не дается про свои заслуги, а дается на перспективу. То есть что человек может, как можно... Ну, для нас особо взросло. Для нас самое главное, чтобы в составе команды, это были очень сильные либо ученые, либо технологии. То есть мы как бы... Для нас, как команда состоящая студентов, она неинтересна. В общем, это, конечно, там не студенты, там... Это мега олимпиальники, мы можем просто там ими там позаниматься. То есть мы обычно все-таки хотим увидеть, что... Что эти люди являются очень крупными специалистами в той области, которую они избрали. И хотим вот видеть эти сигналы, сказать, ну, на слайде каких-то, ну, измеримых вещей. То есть что человек делал до этого, какие у него там есть сертификаты, какие у него есть, ну, заботки, статьи, звания. То есть, ну, то, что... Чтобы было достаточно поддержки, как бы, на вход в какой-то проект, нужно создавать, потому что проекты не очень легкие. Потому что проекты очень, ну, легкие, в смысле легковесные. То есть легковесный проект, когда там сайтик и так далее, он... Ну, он, скорее всего, и стоит быть. Ну, видишь. То есть, ну, этот проект должен быть, мы называемый, будет тяжеловесный. То есть он должен вот, как его ощущать, что в нем что-то есть вот такое тяжелое, ценное. А что-то тяжелое и ценное могут создать только люди, соответствующие уровня. И потому для нас, почти обязательное требование, это... Это же обязательное требование, это то, чтобы в команде были либо очень сильные технологии, либо ученые. Это самое главное. Уже там марки, сколько вы хотите внутри, двигающих, двиг... Остальное можно и добавить. Но самое главное, это самый крестак, это именно вот Киев. Значит, мы с Дмитрием договорились, что какую-то часть нашего беседы мы посвятим искусственному интеллекту и машинному обучению. Значит, и если посмотреть, какие были успешные, вот реально успешные... А может это и почему-то показать? Потому что мы сейчас сделали решение, что у нас есть... Вот, в общем, практически все наши сейчас проекты, которые у нас есть интересны, мы делаем пациенты. Они так или иначе связаны с системой машин-лергик. Вот. И частично еще связаны с карты. То есть я решила, что у нас есть вот один момент, есть две темы. Как у нас сильно интересует. Ну, это реально, да, реально. Это банкная реальность, да? То есть это все, что связано с искусственным интеллектом. Я могу вам рассказать, почему могут принять такое решение. И траки связаны с дополненной реальностью, возможно, с виртуальной реальностью. Виртуальной реальностью будет еще немножко дать не будущее, а вот дополненная реальность тоже очень интересна сейчас. Куда можно поговорить, а начать с машин-лергик, с машин-лергик, с искусственным интеллектом? Почему это такая? Вот, кстати, очень интересная. Я помню, где-то в модели двухтысячных, может, году 2002-2003, я читал статью про общий смысл этого процесса к тому, что сороколетние повести в области искусственного интеллекта проводились, да? То есть, типа, что можно было всего-всего-всего, а в результате не получено практически, да? И на тот момент это было действительно так. То есть там 40 лет существовали огромные школы, да, искали-искали-искали, но, как бы, выход был очень небольшой. И вот в начале двухтысячных, говорили, что что-то мы не поняли, что-то мы искали где-то, не там, а это было как солидная статья, программа декларативная. И ситуация, на самом-то деле, на самом-то деле искали там, все делали там, но еще и ситуация дозрела просто. И ситуация дозрела буквально, наверное, год или два назад. Это произошло, и это выражается в том, что сколько даже проектов, типа, сделано exit в этой области. Если в 2010 году это будет, там, ITX проект, может быть, 10, то в текущем уже 460 проектов искусственной селекции сделаны exit. В чем это произошло? Ну, это есть ряд причин. Самая основная причина, она, в самом-то деле, находится в области железа. То есть просто до этого дошло железо. И архистектурно дошло, ну, вот, можно там приближаться на достаточно глубокий, если не все равно дошло. Ну, в общем, до этого дошло железо. То есть нерональные, допустим, вот, неронные сети, да, там, это довольно, ну, нужно вычисление серьезное, да, чтобы это обучение, да, и так далее. Не мало того, что они еще серьезные, но они еще специфические. То есть вот неронные сети, они же обрабатываются даже не на старатных процессорах, а на видеокаментах. То есть все-таки специальные сервера, вот у нас там с сервера, могут быть, трактор типа туризма, да, то есть специальные сервера с кучей G-Force, как бы у нас, там, трактор здесь, там, тут, там, там стоит сервера, там, столько же форсов, как бы таким, говоря, то есть вот специально, наверное, сделать железо просто, а раньше еще железо не позволяло, но это все сделать, мы счастливы, там, может быть, там, ну, ну, дали, кто вот на суперкопутах могли эти вещи сделать, но в широком плане-то было просто, еще по железу, возможно, тянули, установились вещи. Второй момент, почему это произошло, это, чтобы, чтобы искусственный машинверк свалился, нужно очень большой объем вкинуть данных. То есть нужно разметить и вкинуть очень большой объем данных. И дальше просто этот объем данных, самых разных процессорах было нигде взять, и это стоило очень другое. Сейчас это стало гораздо проще, и это связано в очень значительной степени с мобильной революцией. То есть появилось огромное количество фотографий, ситуаций, огромное количество данных, датчиков и так далее. То есть этот социализм подъем информации стало гораздо проще. Хотя иногда существует такая проблема, если, видимо, в чем, собственно, есть значисленные успехи в области машинного включения, то оно, прежде всего, касается того, где это очень легко найти вот базу для учения. Например, то, что касается там фотографии, ну, в чем-то компьютер международным сигналом. То, что очень легко накопляет большую базу фотографии видео и ее разметить, на этом нейросеть, и дальше впустить дела. А если вы уже высечуя из-за этого, там попробовано, я скажу, если ты хочешь делать подсистему, которая объявляет там, прохлит или не прохлит, оборудование, да? То есть тебе нужно миллионы, там, точек, миллионы различных ситуаций, где ты их поснимишь, то есть нету источника. Вот. Ответим, наверное, тоже очень важно, просто появились открытые библиотеки, там, от Google, от Microsoft, типа там, как же называется, еще один ряд, вы просто стартапы смогли использовать как основу для своих разработок, потому что самостоятельно написать весь этот код было нереально. И вот это все сошлось в одной точке примерно год назад, и после этого стали возможны такие вот проекты, там, типа, «Маскарада», «Призма», а еще год назад, можно сказать, ну, даже, можно сказать, конеца, там, «Маскарада», пытались запустить годом ранее, и просто еще национал, не было достаточной мощности у телефонов, не было, ну, чтобы они трудились, там, не было практически массы мощных телефонов. Но все равно, вот, как вы сказали, количество данных, это, как бы, это вот и есть ключ к построению дифференцированных систем в машинном обучении. То есть большие корпорации, которые имеют огромные данные через свои каналы, да, они имеют больше возможностей для стартапов. Ну, конечно, есть open source какие-то возможности взять данные, да, но, если так больше сказать, то для больших корпораций у них больше рычагов и возможностей в этой сфере машинном обучении, чем стартапов, да. То есть это небольшая, как бы, проблема для стартапов, да. А сейчас из-за того, что эти библиотеки не, в принципе, для всех открыты, там их использование ничего сложного нет, самый основной момент это, где ты возьмешь, вот, базу для обучения. То есть на чем ты будешь недостатку учить. И, ну, иногда, это теоретически всегда сложно. Потому что, скажем, даже вы хотите, например, вот, то, что у нас, например, сейчас, там, в одном из проектов там делается, хотите сделать приложение, которое отделяет, ну, не приложение, алгоритм, так, которое отделяет человека от фона. То есть это открывает, там, возможности, в очень большом количестве различных организаций, начиная от того, что можно адабу в фотошопе, там, продать, потому что сейчас, там, это, в помощи всяких волосов будет делать, заканчивая того, что мы просто реализировались дорогой в камере, потому что отделил человека от фона, фон заблю, у тебя получился такой симптом. Да. Но это, в общем, такая, типа, недвигательная задача. Нужно, вот, учить, что, там, нейросетку, как, там, человек, его, там, отделять от фона. Вот, ну, это же нужно подсидеться и, как, человеку размечать на многих тысячах фотографий, что вот этот человек, вот этот волос, вот этот отдел. Вот это просто чисто физически, ручным трудом. Это реально так и дело. Сажается куча фрилансеров, которые, там, этот, полбакса за картинку, размечают огромные тысячи этих фотографий. И чем больше ты кинешь, тем больше это будет работать. Ну, это, например, самый простой случай. Иногда получение данных это гораздо более, там, тривиальная сдача. И, в принципе, в запуске проектов в искусственном интеллекте самое такое дорогое и сложное это именно то, как получить вот эту базу для опущения. для опущения. Продолжение следует... Продолжение следует...